В одном чёрном-чёрном вулкане Одной чёрной-чёрной ночью Нашли один чёрный-чёрный камень И назвали его Коготь Дьявола Ну как страшно? Ни капельки! Я тут, между прочим, в экспедицию уезжаю в Заполярье И ищу, какой бы вас историей удивить Ну, чтобы все, даже самые суровые, испугались А пока я никуда не уехал Давайте я вам про Коготь Дьявола И другие магические камни расскажу Кто я? Музейный Коля! Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагонные А я музейный В музее геологии живу Днём незаметно для всех за порядком слежу А по ночам истории разные рассказываю Кому? Да вот вам и рассказываю Мы ходим по ней, не зная, что в ней скрыто от наших глаз Что люди нашли в глубинах земли Об этом наш рассказ Что под нами, под ногами Во все времена люди верили, что минералы — это не просто камни А предметы, способные или наделить обладателя могущественной силой Или, наоборот, накликать беду У побережья Красного моря, на территории современного Египта, есть месторождение, которому 37 столетий Давным-давно сотни рабов трудились день и ночь Прокладывали шахты, чтобы найти самоцветы для царицы Клеопатры Одни камни украшали потом роскошные наряды царицы Другим же суждено было стать амулетами Предметами, которые оберегали не только от ядовитых змей и штормов Но и от вещей простому человеку непонятных Порчи, например, или зависти Чтобы камень превратился в амулет, египетские жрецы наносили на него тайные магические надписи При этом некоторые камни ценились выше, чем другие В древности люди верили, что полезные ископаемые к четырем стихиям относятся Красный рубин — к огню Прозрачный хрусталь — к воздуху Голубой аквамарин — к воде А зеленый нефрит — к земле Чем камень необычнее выглядел, тем больше магии люди ему приписывали Вот, например, есть такая горная порода обсидиан Само слово обсидиан какое-то очень волшебное, правда? Возможно, название камня произошло от греческого слова «опсис» — зрелище Раньше из обсидианов делали зеркала Или по другой версии от римлянина обсидиуса, который привез этот камень из Африки Обсидиан — это вулканическое стекло черного цвета Оно образуется, когда после извержения вулкана лава быстро остывает Как и обычное стекло, обсидиан раскалывается на кусочки с острыми краями Из-за этого на Кавказе ему дали пугающее прозвище — «коготь дьявола» Люди верили, с помощью обсидиана можно заглянуть в будущее И наладить связь с потусторонним миром А еще уберечься от землетрясения Но было у обсидиана и назначение сугубо практическое Из-за острого края из него отличное оружие получалось До сих пор археологи находят обсидиановые шахты Неглубокие колодцы, где и велась добыча Еще один любимый минерал магов и колдунов — «Оникс» Выглядит он очень впечатляюще С красивыми такими полосками, которые появляются на камне благодаря примесям Главное при добыче — эту красоту не повредить «Оникс» аккуратно распиливают и поднимают на поверхность с помощью кранов «Ониксом» облицованы станции московского метро «Киевская», «Белорусская» и «Динамо» В магию этого камня верили еще индейцы и древние египтяне Они считали, что «Оникс» — талисман бойцов, способный делать характер сильнее, а волю тверже Похожими свойствами, по мнению наших предков, обладал и аметист — разновидность кварца Он, по поверьям, способен убереть человека от пьянства Аметист с греческого переводится «непьянеющий» По легенде, в нимфу аметист влюбился бог веселья Дионис Но она ответными чувствами не воспылала А потом богиня Артемида превратила своенравную нимфу в камень Красивый и холодный, как ее сердце Сегодня из розового и фиолетового аметиста делают красивые украшения Добывают его в открытых карьерах или подземных шахтах Бывает, что камни просто находят на поверхности земли Но вот рассказал я вам о трех камнях, которым магические свойства приписывают Апсидиан, он же коготь дьявола, помогает заглянуть в будущее и вызывать духов Оникс, как индейцы думали, характер твердым делает А розовый аметист избавляет от пьянства Все эти камни добывают по всему миру Ну и у нас в Сибири, конечно Туда-то я в экспедицию и отправляюсь Только не минералы искать Она самая мощная газовая месторождение в России Заполярная Там Газпром работу свою ведет Так что пойду-ка я собираться Всем до свидания, ребята Ой, буду очень по вам скучать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!